Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал! Сразу же бежим на парковочку На втором этаже находится Energy Которая нам поможет в плане буста, в плане скорости Подгоняем его прямо в этот угол Прямо до конца, желательно бы это делать Но я не подогнал до конца И берем гранат, который находится на третьем этаже Все очень просто, все делается через текстуры Сразу же в это время, после того как возьмем Будет такой хаотичный звук, то что вы взяли какой-то предмет Принимаем звоночек И это был как раз таки тот самый звонок, который Нам Звонит типа Свит, наш братишка И говорит о том, что вот типа Нужно захватывать территорию, нужно показывать Кто здесь король Мне тут не получилось проджампить Я упал и пришлось Energy подбирать А на самом деле здесь можно просто Этот момент проскакивать Едем через шоссе Параллельно нажимаем на Левую кнопку мыши для того, чтобы ускоряться Вы все это прекрасно видите На точпаде это показывается Все Вот Вообще Если вы на байке, ускоряйтесь всегда Я тут немножко замешкался Объезжаю при этом При этом всех NPC, которые двигаются на машине Вообще Очень сложно, порой иногда бывает Я сейчас даже сбьюсь Сейчас это будет наглядно показано, что Вы там это не заиграетесь Потому что бац Вот буферизацию я тут показываю Если зажать Escape Игра почему-то по-другому работает Но Это мне нифига не помогло Потому что я Отбуферизился, так скажем И все равно врезался в байк Замечательно Буквка S Это на свит миссия Добермана Заходим на маркер И сразу же нажимаем Enter Вот это важно Чтобы байк не пропал То есть вы заехали на маркер на байке И тут же Желательно бы сразу нажимать на Enter То есть спамьте как бы Клавишу ввода Чтобы Карл сразу же зашел на байк Здесь обучение На самом деле В миссии Доберман Именно большая часть времени Занимает не сам геймплей Этой миссии А вот именно Объяснение того Что вам предстоит делать Ну то есть Обучение Обучение идет Как нужно захватывать Все ладно Нам тут сказали Что надо отправиться в Гленд Парк На территории Банды Балас И захватывать его Нужна пушка Наведусь к магазинам нации Ну опять же Тут у нас Знакомят с тем Что есть магазины с оружием Очень прикольно Мы все давно узнали об этом Вот Но нам Это вовсе не обязательно Для чего вообще взяли гранаты Гранаты Это очень важная часть Дальнейшего геймплея Даже вот Буквально Вот миссия Доберман Для чего вот нужно Вот бац Пожалуйста я Взял гранат Для того чтобы уничтожить Пачку Баласов Но опять же Тут рандом Тут может как бы Появиться пачка Так может быть ее и не быть Вот как сейчас да Произошло Там ладно Два Баласа было Вот сейчас один третий Из машины Это более-менее удачный Еще случай был Вот Но когда Такого не произойдет И все будет гораздо лучше Вы просто одной пачкой Одну пачку можете уничтожить С помощью гранат Вот так вот все просто Также расправляемся С первой Пачкой Баласов Обратите внимание Где я стою И как я выбегаю На тротуар Для того чтобы Баласы Бежали все по одной Траектории И большинство Хотя бы из них Я смог взорвать гранаты А в идеале Это вообще лучше Их гранатами Просто закидать Достаточно вот Чисто одна волна Одна граната Мне кажется Если бы Гранат можно было Сделать Много-много штук Никто бы не пользовался Миниганом в конце игры Но об этом чуть попозже Вот так вот Со всеми волнами Расправляемся Так вот Вот вы заметили Сколько геймплея Я вообще заняло Кстати подбираем И броню и хп Очень надо Чтобы было на фуле все Вот кстати Заметили да Сколько вообще заняло У меня Кидание гранат Вообще Весь геймплей На этой миссии Не знаю Наверное Секунд 40 Даже может быть и меньше Это всего лишь Раскинуть гранаты Послать всех нафиг Отвернуться Вторая Третья волна И все В дальнейшем же Сейчас чуть ли я Не минуту буду здесь стоять Для того чтобы Мне вот игра сказала Что Вот твоя территория Будет тут Постоянно подвигаться Каким-то атакам И прочее того В общем Это все неинтересная фигня Все это обучение И в принципе вот Вся миссия Это сплошная Какая сцена Можно так сказать После того как она завершается У нас убегает Тут самый предатель Темп не подставил меня Мистер Харек И его убиваем С помощью гранаты Легко просто закидываем И можно уже убежать Миссия пройдена Он умирает с помощью гранаты Мы садимся на нас Энерджи Который был припаркован Кстати обратите внимание Как он был припаркован И где Потому что может быть такое Что вы припаркуете Энерджи не там И он просто пропадет После завершения миссии Едем на миссию Краша Его же Темпени Там где нужно Сейчас будет прессовать Русских Оу да Такие вот дела Как всегда русские плохие В этих играх Грей импортс Ну да В доках нужно будет Паркуйте Обязательно байк Либо на дороге Либо за этим столбом Это очень важно Потому что Сам триггер миссии Может его задеспавнить Его не будет У вас вам придется взять Автомобиль Проще вот ставить байк Вот там где я сейчас его поставил И все у вас будет хорошо Вы будете с байком Будете как говорится На коне И проблем с перемещением У вас точно не возникнет Опять же выбираем Прямые пути Без каких-либо Закулочков Переулочков Без поворотов Просто едем прямо Спускаемся в канаву Потому что в принципе там Очень просто С канавы добраться До местного назначения Куда нам надо При этом избегая Трафика Ну как обычно Собственно в канаве Никто не обитает Кроме бомжей Которых тут тоже И нет Вот Свободный путь Широкая дорожка Что может быть лучше Еще энерджи С нажатой Блин этой Клавишей Так Пацаны Дальше Уничтожаем Пульт управления С помощью УЗИ Через контрол И просто Наверное же не стесняясь Заезжаем В этот самый Склад Просто давим Всех на своем пути Стараемся это делать Максимально быстро Тоже опять же Нужно тренироваться Всему этому И у нас сейчас Убегает Русский торговец оружием Мы просто его давим Понимаете Если вы будете Выпускать В него Обойму Это у вас займет Очень много времени Он как бы Босак Он босаком считается Вот Типа как в Дарк Соус Боссы Вот У него Короче на него Очень много патронов уйдет Так же из дробовика Не важно То есть Пули на него тратить Нет смысла Лучше его сбить Это будет намного Быстрее чем просто В него стрелять А так по факту Вы должны просто За ним будете следовать Уничтожить его автомобиль Ну это если казуально проходить А мы тут с вами Спидраном Блин занимаемся Сейчас спокойно едем На Грунв стрит Сэвим байк Вот здесь он сейвится Оставляем вот так вот И уходим На следующую миссию Райдера Вот так вот Все удобно Кража со взломом Отличненько Та самая миссия Где вам В первый раз Предстоит Послайдить С помощью Ну без помощи оружия Точнее То есть уже на ящиках Забегая чуть вперед Скажу вам сразу Что Это не у всех И не всегда получается Падают коробки Начинает Вот этот шум Появляться Да Очень много Очень много было В тех моментах Когда я только начинал Когда я тут проваливал миссии Я тут ходил чисто на альте Еще туда не умел Прослайдить на коробках Вот Ну сейчас в принципе Тут сейчас вы увидите Этот первый момент Когда я попытался прослайдить Вот Тоже Не особо у меня хорошо получается Это но Тем не менее Получается Больше процентов Чем не получается И это уже хорошо Опять же практика Практика Еще раз практика Заходим в дом Берем в руки дробовик Для того чтобы Снять свой первый слайд С оружием Берем ящик И в принципе Та же система Тут я его роняю Опа Ошибочка Спокойненько на альте Для того чтобы Не прервать рон Для того чтобы Показать вам как это делается Хотя бы вот так вот И уже в конце чекпоинта Можно уже пробегать Никто вас за это не укусит Заходим в дом Нужно Отнести 3 ящика Это минимум Слайд Берем ящик И с помощью него Тоже слайдим Хоп Видите получилось Все отлично Как ни странно Ну и в принципе Дальнейшие ящики Уже самый Вот этот вот Третий ящик Который находится У дверей В принципе Нельзя даже слайд нажимать Вот тут я немножко Это Видимо порог превысил И сработала катсцена Лучше вообще этого избегать То есть Чтобы шума вообще не было Тут в конце уже не важно Будет у вас шум или нет Это последний ящик Вы успеваете выходить И ничего вам за это не будет 3 ящика достаточно Для того чтобы Закончить эту миссию Разумеется Ничего с вами не будет Если вы Потащите все ящики Но опять же Это спидран Здесь нужно экономить Время ваше И 3 ящика Если это минимум То лучше этот минимум Как раз таки выполнить И поехать дальше Чем Тащить Все 5 ящиков Спокойненько отвозим Оружие 3 ящика с оружием В наш потайной гараж Тайник Потайник Ну опять же После прибытия У нас будет Долгая катсцена Которую невозможно Скипнуть Обучающая О том что СиДжей теперь Может грабить дома Вау Как интересно Очень интересно Спасибо Но это как бы Вообще спидран Не нужно И не в 100% Прохождение И не в каком Еще Загоняем в гараж Райдеры СиДжей Выходят из гаража Закрывается дверка И Миссия Пройдена Ну и добро пожаловать В обучение Блин Миссия выполнена Следующая миссия Хаус Пати Вечеринка на дому Так скажем Миссия Оу Джилока Я тут еще Подходящий кар Более быстрый Султан нашел Ура Очень рад Вот В принципе Сейчас Основная миссия Где нам понадобится Вообще Весь зал Наших гранат Большинство Гранат Травится Именно здесь Потому что Нужно Правильную Раскидку Блин Раскидка Нави В ксго Видели Какая Так вот Тут то же самое Нужно сейчас Сделать Нужно вообще Рассчитывать Куда кидаешь Гранаты Рассчитывать Принцип Нажатия Вообще Мышки Насколько Далеко Она полетит Насколько Близко Ли полетит Но вообще Нужно Будет Мышки Сконтролировать Так вот Первые гранаты Кидаются Прям Сразу Между Двух Тахом Для того Чтобы Сразу Они уничтожились Загорелись Вы просто Расстреливаете Вообще В идеале Она не должна Так отлетать Она должна Оставаться Здесь И своим взрывом Уничтожать Всех балластов Которые На мосту Также уничтожаем Им достаточно По одной пульке Каждому И сразу же Берем гранаты Уходим На следующих Чекпоинт Тоже выходят Туда же Гранаточку Это мой Хэтшотик И заранее Влево Слева Укола У Джерлока Дома Выходит Тоже еще Толпа Она умирает Мы подходим К свиту И миссия Пройдена Че-то Изи Вот особо Ты эту миссию Не чувствуешь Тогда когда знаешь Откуда спавны идут Как правильно Ты прокидываешь Гранаты Не у многих Получается Докидывать Сразу Гранаты Но опять же Все с опытом Приходит И Надеюсь у вас Тоже Все получится Очень просто Вот сейчас вообще Будем активно Использовать гранаты Имейте это ввиду То что вы их берете На парковке Это очень важно Они чертовски Экономят время Чертовски экономят Ваши патроны Хотя патроны Особо то и не нужны Но Блин Взрывная волна Блин от гранаты Способствует тем Что она может Уничтожить Несколько врагов Сразу Сейчас в принципе Показательный будет Такой пример Как это происходит Ну вот сейчас Только что Видели да Что все враги Разлетаются налево Направо С помощью гранат Так еще и И в дальнейших миссиях Которые у нас сейчас остались Это тоже будет Показываться Так вот Врезаемся в пальму Можно на полной скорости И все время Тачка остановится Никогда такого не было Чтобы ее куда-то разносило Поэтому ставим Хэдшотик Не попадаем Найс Поэтому хоп Отлично Ждем тачку балласт И ждем когда выйдет первый Как только дверь откроется У водителя Сразу можно уже стрелять А то бывало такое Что стреляли заранее И миссия Багалась Ну короче Был тупо лак Типа тачка Вы ее уничтожили Бензобак Ты выстрелили Все равно Этот маркер о том Что нужно их уничтожить Оставался И в общем Миссия дальше Не триггировалась Обычно ящики Скидываем В руки райдеру Старайтесь чтобы Нижний Вот этот беленький Прицельчик Был прям на самом райдере Чтобы точно попадать И все будет у вас хорошо То есть вот так вот Просто введите его Кидайте И чем быстрее вы это сделаете Тем лучше Разумеется Of course Это же спидран Йоу Заходим в Пикадор Нужно заехать в Пейнт Спрей Надо быть осторожней Потому что некоторые На некоторых случаях Вообще тоже опять же Тут сила рандома Может быть на дороге Расположены блокпосты Через которых Блин ты хрен проедешь Нужно будет Обволакивать их Через там Не знаю Полево По праву Вот Но мне повезло И ни одного Блокпоста Не попалось Отлично Все Просто заезжаю Пейнт Спрей И закрашиваю автомобиль А Обычно Блин голубой красить Ну ладно Сейчас видимо повезло И такой Более в темный цвет Перекрасила Отличненько Вот и все Нет ничего В этой миссии сложного Вот опять же Основной момент Это гранаты Тайминговый Выстрел Бензобак Но опять же Да Чтобы дверь открылась И все Отлично У первого Так сказать Баласа Который выходит Из нее Из той тачки Все Совершаем миссию И следующая У нас миссия Так Сейчас For life CJ for life You know Да Да Я знаю Круто Супер Достойный райдер Так Огромление дядюшки Сэма Обворование государства Там что-то было Ну да Та самая миссия Где вам С помощью подъемника Нужно загружать ящики К себе в фургон О Изначально Что вам скажу Опять же Обратите внимание Как я еду вообще К этому порту Да Через какие улочки За улочки Вот Изначально вам скажу Что В приоритете Вообще брать По два ящика Я помню В детстве проходил эту миссию Все время брал по одному Вот И какое было Мое удивление Тогда когда я узнал Что можно брать и по два То есть вот эти вот Не знаю как правильно сказать Зо Оступы Оступы Да у подъемника Зоступы Я не знаю как правильно сказать Эту хрень назвать Как это Подцепляются Эти ящички Не знал что можно Оказывается Два хватать Щипцами этими Вот Оказывается можно И Это блин Черт побери Экономит время Так все Приезжаем к метке Берем В руки нож И прям Где то вот здесь Бат Чиркаем ножом Поняли да Где это место Вот И уничтожаем Панель Управления Кидаем гранату Взрывается она Этих даже можно не убивать Потому что мы делаем Все слишком быстро Они не понимают Что происходит Вообще здесь Они таки вас не будут Атаковать Потому что С помощью взрыва Открылась блин панель И Они типа никак На это не реагируют Берем два ящика И уже заранее Подготавливаем Их для того Чтобы загрузить В фургон Вот Раз ящик Два ящика Изи И Так же С другими ящиками Которые еще остались У нас здесь Спускаем до конца вниз С помощью нумпадов Поднимаем с помощью нумпада Восемь Выкручиваем Назад Раз ящик Райдер там пока стреляется За райдера вообще Можно не переживать У него все равно Нет нибудь хп Если вы будете Все быстро делать Так Ну этого просто Пока райдер с ним борется Проще его самому завалить И так же Эти же два ящика Бац Все очень просто Как блин Носки надеть с утра И Да Слишком маленький там этот Между миром Между ящиками Блин Маленький зазорчик был И не удалось протиснуться Нужно было еще Чуть правее взять Все загрузили все ящики Спокойненько Вылазим из погрузчика На место пассажира Садимся И Уезжаем Волфилд В тот самый Не знаю Переулок Где же живет Эммет Ну не то чтобы живет А там где Он устраивает Наше стрельбище На миссии Биг Смоука Отличненько За нами сейчас будут еще военные Но опять же Можно как и кинуть Этот ящик Который сейчас берет райдер Так же можно и не кидать Особо Они Они вам Ничего не сделают Только Не знаю Процентов наверное Двадцать Может быть даже меньше Они вас могут Как-то навредить Ну вот А что они Вот что это за Искусственный интеллект Вообще Не особо Как говорится Отлично Все Спокойно Благополучно Просто Увозим Грузовичок На маркер Найс Все Миссия пройдена Очень супер Очень все круто Найс Авторитет плюс Я вас поздравляю с этим Миссия пройдена Сейчас берем любую тачку Желательно Опять же здесь Очень большой шанс От того что появится байк Но Мне не повезло Повезло на другие байки Блин Не повезло на этот Заключительный байк Тоже вот Тут коповские тачки Байки могут спауниться Найс Бобкэт Точнее его Парадят Я не знаю Это не Бобкэт Это похожая машина На него Так Следующая Миссия Лос Супрага Цельмемся Свита Чтобы оставить его здесь Дважды целимся Вот так Чтобы он дважды руки Поднял И нанимаем Хоумисов Сейчас Свит уходит По своим делам Вот так вот Это все работает Это делается для того Чтобы пропустить Некую часть катсцены После того Как вы прибудете На кладбище Вот А так по факту Он как будто бы с нами Игра думает что он с нами Потому что он должен быть с нами Без этого никак Вот Для чего это делается Для того чтобы Банально Во-первых Если Свит закроет двери Вы не сможете зайти в автомобиль Пока Не наймете Хоумисов А так смотрите Вы и ему прицелились И Хоумисов наняли И Хоумис один сел В переднюю На переднюю На переднее сиденье сел Короче И Он не закрывал Ни двери Ничего Вы не открывали двери Двери все были открыты Вот тут я заигрался С диспаном трафика На шоссе Лучше этого вообще не делать Стараться просто как-то Увиливать Через этих NPC Но опять же Если вы профессионал Можете все резко делать В принципе я так же мог Но я решил Тут не уже не рисковать Потому что Все таки записываю Обучающий гайд Как это нужно сделать И Любой косяк Ну такой себе Блин На обучающем Сейчас видео Косяки какие-то делать Которые нежелательно бы делать Но у меня тут уже парочка было Так что Ну все мы люди Все мы не без ошибок Просто заезжаем До кладбища Здесь устраиваем засаду Баласы здесь Хоронят своего хорька Которого я с гранаты убивал Помните да Вот Тот самый хорек Тот самый жердясь Которого я убил с гранаты Здесь он и похоронен Ну типа у них тут все Прощальный так скажем День Свит Обучает нас о том Что вот NPC Точнее наши братки Могут за нами двигаться Помните я говорил на H Да Когда машина там Вот Они будут оставаться на месте Отличненько Здесь главное тоже Грамотно прокинуть гранаточку Встать около Надгробного камня И ориентир на елочку Которая слева находится Вот елочка слева И прям туда гранаточку Бац И будьте уверены Что вы уничтожите Толпу баласов Вот там вот Которая видите Лежит около елочки Все она уже готова Блин Нас больше не потревожит И просто Кена У него так же много хп Это так же босс Всех вообще боссов в GTA Да Кто не знал Они тут есть Ну то есть Какие-то важные шишки Знаете Вот это важная шишка была Баласов Мы только что Задавили этого Кена Его так зовут Кен Вот Тоже босс И вообще всех боссов Как и того русского мафиози Продавца оружия Их желательно бы Всех просто давить Потому что Ну Не знаю как так работает Патроны их очень сильно Там долго берут Нужно долго их убивать А вот с помощью Давки С помощью дровбая Так скажем ДБ Они Легко умирают Как будто бы у них Хп как у обычного НПС Но это далеко не так Они боссаки Здесь так же разгоняемся Выбираем прямые пути Я сейчас тут сфейлю Ой 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 Надо было сейчас диспавнить трафик Но я этого не сделал почему-то Перекресток Да Обратите внимание Вот На перекрестке все время Нужно диспавнить трафик Стараться это по крайней мере Делать Потому что эти перекрестки Блин Такие непредсказуемые Оттуда может и То Все Выехать Опять же тут В приоритете шоссе В приоритете Так как Обширная дорожка За мной еще копы Но Мне уже все равно Мне уже все равно И я мочусь Я просто уже лечу На следующую миссию Предпоследняя кстати миссия Нас ждет Следующая Воссоединение семьи Ну просто спокойненько Доезжаем до маркера И Дожидаемся когда Поговорят братки Ну и все Выведемся позже Карл Да 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 Сразу же не спешим Не спеша хотел сказать Ага Нифига себе не спеша Блин Спидран Сори Так воссоединение семьи Миссия с отелем Фух Достаточно таки рисковая Здесь вот так же Как и с миссией Девочка свита Было похоронено немало Вообще ранов Как и у меня Как и у других Потому что здесь НПС максимально непредсказуемые Непредсказуемые Старайтесь вот На самом деле До этого момента Держать броню На фуле Посмотрите Сколько у меня брони Ладно мне еще здесь повезло Реально повезло Вот Но не могли быть Чертовские аимеры Ну то есть опять же Рандом блин То НПС нормально стреляют То вообще косят блин То нормально стреляют Как профессионалы блин Сраные То вообще косят Здесь также через слайдинг Передвигаемся вообще Во всех интерьерах Запомните То что слайдинг Это Гораздо быстрее Чем на своих двоих Слайдинг вот так вот Стараемся Доджить их патрончики Вот у меня уже нет брони Вот у меня уже Четверть хп Бронем броню на втором этаже Также продолжаем двигаться Важно понять Что здесь вообще Нельзя останавливаться Если вы уже начали В начале слайд Если вы остановитесь Вы умрете Вот этот самый Такой совет Который вам нужен Будет знать То что здесь Нельзя уже останавливаться Если вы уже начали слайд Остановитесь Умрете Это 100% гарантия Отличненько Дальше Миссия С вертолетом Надо его уничтожить Просто опять же Кидаем гранаточку Буферизация Зажимаем escape Где-то на этом уровне Граната взрывается И он кричит Mayday Mayday И только тогда Мы подходим к свиту И можно просто Уже отсюда прыгать То есть это Буферинг В смысле Буферизации Мы замедляем время Но при этом Сами предметы Могут активироваться Спокойно То же самое Да Если тачка начала движение Вы нажали буферизацию Тачка NPC Она будет двигаться вперед Но при этом Вы будете Как бы заторможены Не знаю Своеобразный Такой принц перси Блин Писки времени Но здесь Вам было GTA San Andreas Разумеется Нам ничего не остается Как стрелять в свою машину Вообще для чего Также на стриме Задают вопрос Почему я Стреляю в свою машину Для того Чтобы качнуть Скилл Ак-47 То есть Здесь на этой миссии Реально Прокачать его полностью Он нам в дальнейшем Пригодится Вы поймете потом Почему Вот видите Он каждый раз повышается И вообще Скилл в GTA San Andreas На оружиях качается Только тогда Когда вы наносите Кому-то урон Или по чему-то Урон наносите По своей машине Это самый Перспективный здесь вариант Потому что ХП у машины У нас не тратится Но она как бы живое Существо Которое двигается И Вообще По машинам можно стрелять Например Можно стрелять по людям Главное Чтобы вы Кому-то наносили урон Хоть и сейчас В нашей машине Не наносится урон Но Типа игра думает Что вы наносите Другой машине урон Ну Никто В здравом уме Не будет По своей машине стрелять Но Не тут-то было Блин Вы просто Постреляете По своей машине И Тем самым Качаете Скилл Ак-47 Это делается Для того Чтобы С нее Во-первых Можно было Слайдить Обратите внимание На полосочку Как она Быстрее прибавляется Когда вы стреляете Очень быстро Прокачивается Скилл На этой миссии Да и вообще По факту Скилл Наверное Самый такой легкий Из всех Которые Можно легко Прокачать Вот Делается Для того Чтобы слайдить Во время Ну вообще Сак-47 И так Можно конечно Сладить Но при этом Вам нельзя Будет стрелять Стрелять Вот Качается Для того Чтобы Слайдить И стрелять Слайдить И стрелять Это потом Нам пригодится Очень-очень Очень сильно Вот Просто Запомните Этот момент И Делайте то Что говорю Это вам Потом пригодится Тут у нас Всякие НПС Залетают Которые Потом Умирают Потому что Мы их заранее Уже убиваем Знаем Что они Будут Вылетать Ставим Хэдшотики Все в принципе Когда Прокачали Можно уже Не стрелять Но если Так Делать Нефиг Можно Можно и Стрелять Можно и Не стрелять Главное Качнуть Скилл На этой Миссии И все В отеле Запомнили Да В отеле Избежать Количества Урона Дофига Но опять же Это рандом Вот И прокачать Скилл Ак 47 Для дальнейших Миссий Но он пригодится И это была Предпоследняя Кстати миссия Воссоединение Семьи И дальше Ждет Зеленая Сабра Ааа Кишки Ну и все Долгая Кассена Эффектное Падение Эффектный Вылет Из рекламного Щита Прям на проезжую часть Прям бензовоз Отлично Прям не знаю Просто авторская работа Там не знаю Операторская На уровне Прям сценарист Прям вау Не знаю Наверное там Праздник себе устроил После этой Сцены Все братки Все живы Все очень круто Надо валить В натуре нафиг Пацаны Надо валить И миссия Спокойно Проходится Изи Последняя миссия Гринсабра Та Самая Миссия Где Вот Те 25 гранат Которые нам дали На парковке Заканчиваются Собственно Там они уже И должны Закончиться То есть Все видите Так рассчитывается Что До мелочей Реально Все рассчитывается Так что На последней миссии У вас уже не будет Гранат Да и по факту Последняя миссия Такая Что У вас По сути Все пропадет Badland Вы будете Начинать Без ничего Фотоаппарат Вам дадут И все Заходим на маркер Зеленый сейбр Last mission Как говорится Принимаем Звонок от Цезаря Банда Груф уже уехала На разборки Блин Питерские Встречаться С Чезарем Разумеется У нас В гараже Уже припасен Байк Energy Который мы Хранили ранее А полицейский Байк оставляем Чуть ли не до конца Игры В ЛС мы Больше сами Не вернемся Так вот Едем Под мост Навстречу С Цезарем При этом Ускоряемся Не забываем Ускоряться На байке Когда едем Опять же Выбираем Прямые пути Видите Насколько он Прямой Блин Просто я Прямо поехал И налево Все Больше никуда Не сворачивал Ну ладно Тут еще Немножечко Ставим Байк Наперед На опережение Можно и так Поставить Заходим Автомобиль Активируем Каст-сцену Сразу же Тут уже Ее скипаем Нафига нам Ее смотреть И мы так Все знаем Прекрасно Что райдеры Смог предатели Заходим На байк Заходим Садимся На байк И спокойно Едем на помощь К нашему Брату Свитус Красавчику Тот же Опять же Вот Какие Маршруты Обращаем Внимание Опять Дисправлю Трафик На Сами знаете Где На перекрестке Падаем Спокойно Разбираемся С помощью УЗИ Хатшотики Ставим У меня собака На заднем Фоне Залаяла Офигенски Это не моя Это соседи Так Разобрались Подъезжают Теперь фургончики Мы заранее знаем Где они Находятся Туда Где нам Гранаточки Раз Два Три Тоже Примерно Заранее Ориентируемся Где он Проедет И там Два Гранаты Найс Отлично Просто Перевосход Нафиг Раскидка Гранат Тут у меня Два Придурка Осталось Факт Защит Благо Еще Граната Осталась И последняя Отлично Вот В принципе Все Гранаты И закончились Последняя Миссия Уничтожаем Этих Приезжает Еще Одна Тачка Убиваем Водил Для того Чтобы Он Остановился И заканчиваем Лос-Антос Со временем Уже Час Семнадцать Сорок Два Приезжают Копы Облава Наступила Найс Все круто Все разбегаются Разные стороны Я со свитом Стою на месте Терпилы И заканчиваем Лос-Антос Все Лос-Антос Закончен Третья часть Подошла К концу Заканчиваем Лос-Антос Со временем Час Восемнадцать В принципе Неплохо Для новичка Прям Совсем Ого-го Будет На этом Третья часть Подходит К концу Всем большое Спасибо за просмотр Спасибо за активность За лайки За комментарии Очень всем благодарен Благодарен всем И каждому Абсолютно Ждите четвертую часть Там мы уже будем Разбирать Бэдленд То есть Пригород Миссии Каталины Вузи Правды Все это ждет В следующей части Всем пока-пока